Говорит Спортрупер, в эфире лайфхаки и велосипед традиционно считается летним видом спорта. Многие байкеры катают даже поздней осенью и ранней весной. Но что же насчет зимы? И в этом выпуске я расскажу, как выбрать велосипед для зимы. Погнали! Начнем с главного вопроса, а зачем вообще кататься зимой? Зима это очень продолжительное время года, которое часто имеет отрицательные температуры, а также снежный и ледяной покров. Но это лишь на первый взгляд. Давайте мы разберем сначала, что ограничивает большинство людей от катания зимой. Первое. Устойчивость велосипеда на скользкой снежной поверхности. Второе. Влияние отрицательных температур на различного рода узлы велосипеда, а также на компоненты. Третье. Это как ухаживать за велосипедом зимой, а также защищать не только велосипед, но и себя. Начнем с первого пункта и устойчивости, а именно про колеса и покрышки. Ни для кого не секрет, что зимой есть два основных фактора, которые влияют на выбор тех или иных покрышек. Первое. Это холод. Второе. Это скольжение. Начнем с холода и главным образом, как он влияет на покрышки. Все очень просто. Зимой летние покрышки первое дубеют, и второе скользят, не имеют должного сцепления с поверхностью. И вот вопрос, как достичь должного сцепления с поверхностью? Это достигается тремя видами покрышек. Первое. Это классические зимние МТБ покрышки, которые имеют ширину от 2,2 до 2,4 дюйма. Второе. Это покрышками и колесами для футбайка, которые имеют ширину от 4 до 5 дюймов. Это просто огромные колеса. И третий способ. Это достаточно современный формат под названием покрышки 27+. По сути, по ширине покрышки это ровно между классической МТБ покрышкой и футбайком. Значение примерно 3 дюйма. Окей, со сцеплением покрышек разобрались, а теперь как избавиться от дубовости? Дубовость убирается с помощью специальных покрышек, которые сделаны из специальных материалов. На первый взгляд, обычные МТБ покрышки для зимы и лета очень похожи, но по факту они отличаются по составу. Зимние покрышки, хоть и с шипами, хоть и без, имеют такой состав, который не дубеет при температурах меньше даже 5 градусов по Цельсию. Что касается покрышек для футбайка и 27+, то они сами по себе закачиваются до очень маленьких атмосфер. Им, по сути, не требуется перекачка колес и так далее. И они чувствуют себя достаточно недубово сами по себе. То есть, да, эластичность резины в этих покрышках все равно снижается зимой, но это минимально влияет на качество езды. Окей, вернемся чуть-чуть еще назад и с холодом мы полностью разобрались с точки зрения покрышек. Но что насчет скольжения? Как мы избавляемся от этого недуга? И опять же, берем все эти три типа покрышек и начинаем с зимних МТБ покрышек. И тут я развею главный миф о том, что зимние МТБ покрышки все равно обладают достаточно низким коэффициентом боковой стабильности. То есть, неважно, с шипами вашей резины или без, если вы будете ехать на приличной скорости, да даже на маленькой скорости, и наклоняться телом на какой-нибудь скользкой поверхности, то завал практически гарантирован. Двумя единственными преимуществами шипованной резины является первое, ускорение, то есть шипованная резина на льду ускоряется быстрее из-за цепкости. И второе, это торможение. На ледяной поверхности шипованная резина тормозит лучше. В остальном, если вы понимаете то, что вы минимально ездите на ледяной поверхности, а ездите в основном на снежной или на такой пересеченной снежной поверхности, то можно использовать и стандартные зимние покрышки без использования шипов. А что же насчет покрышек для футбайка и 27+, они очень устойчивые зимой, даже на ледяной поверхности шанс того, что вы завалитесь на бок, на самом деле минимален. Итак, теперь вернемся в самое начало, с чего мы начинали. С устойчивостью на скользких поверхностях мы разобрались и теперь переходим ко второму большому разделу, а именно влияние отрицательных температур на механизмы велосипеда. И тут я сделаю важную ремарку о том, что катание на велосипеде зимой практически не отличается от катания на велосипеде летом. Что не скажешь об уходе. Но об уходе я расскажу дальше, а сейчас конкретно про механизмы. Начнем с вилки. Вилка это достаточно простой с точки зрения механизмов элемент и он должен плюс-минус отрабатывать хорошо при любых температурах. Единственным исключением является пружинно-эластомерная вилка, которая реально чувствует отрицательные температуры. Она просто перестает работать в какие-то моменты и выстреливает вам любые неровности. Пружинно-масляная вилка и воздушная вилка работают зимой отлично. Но на самом деле зачастую возникает резонный вопрос, а зачем вообще вилка зимой? Она гораздо реже используется по назначению из-за того, что мы просто-напросто не ездим на абсолютно ледяных поверхностях. Снег делает поверхность, по которой мы ездим, гораздо мягче и поэтому смысл вилки плюс-минус нивелируется. И это как раз таки является одной из причин, почему на фэтбайках и на велосипедах 27+, мы достаточно редко видим вилки. Второй причиной является то, что в такие колеса, как 27+, или колеса для фэтбайка, закачивается гораздо меньшее количество атмосфер, что делает саму по себе езду мягче. Второе, на что действительно надо обратить внимание с точки зрения компонентов, это смазка. Все компоненты с завода обрабатываются летней смазкой. При отрицательных температурах она просто дубеет и не выполняет свои две основные функции. Это смазывать и защищать. Поэтому для того, чтобы ваша вилка, каретка, тулки служили дольше, используйте зимнюю смазку. И на самом деле это вся информация, что касается механической части велосипеда во время езды. Но есть очень важный раздел по тому, как ухаживать за велосипедом, а также защищать его. Перейдем к этому. Разделим на следующие две временные подгруппы уход велосипеда. Первое, это что надо делать сразу после катания. Второе, что надо делать во время хранения. Представим, что летний жаркий день и вы только что закатили на велосипеде, поднимаетесь домой, кидаете велосипед на балкон, завариваете чаек и на этом все. В принципе, если была сухая погода, велосипед не особо страдает. Зимой такая тема не прокатит. Просто-напросто потому, что практически никогда не бывает сухо на улице. В любом случае у вас останется снег на велосипеде или просто какая-нибудь влага от растающего снега. Итак, тут надо знать два основных алгоритма, что надо делать с велосипедом сразу после катания. Первое, это принесите велосипед в теплое место, удалите всю видимую грязь и видимый снег. И дайте велосипеду высохнуть. Именно высыхание велосипеда даст вот это самое преимущество, чтобы просто-напросто элементы не ржавели, не появлялась коррозии. Только после полного высыхания ставьте велосипед уже на балкон, с ним там плюс-минус ничего не случится. Если ставите мокрый байк сразу после катушек на балкон, то он просто-напросто начнет подмерзать. Да, не произойдет, конечно, такого, что лед начнет вмерзать втулки, в каретку и так далее. Но, тем не менее, ничего хорошего. Это будет уничтожать велосипед изнутри. Вторым методом, что можно сделать сразу после покатушек, это вытирать велосипед насухо. Да, это сложно себе представить, но достаточно обзавестись какой-нибудь тряпкой, которую вы используете специально для вытирания велосипеда. Но любое вытирание обозначает то, что вы сотрете вместе с влагой и смазку. И после каждого такого вытирания надо будет смазывать велосипед по новой. Но ничего не поделаешь. Далее, как только мы поставили велосипед на длительное хранение на балкон, важно знать, что если вы ставите байк на колеса, то надо держать обязательно давление в шинах. Если в покрышках будет нулевое давление, холод будет скукоживать покрышки, и они начнут трескаться вместе с камерами. Это приведет к тому, что при следующем накачивании колес, они просто-напросто могут не накачаться, а, например, лопнуть или треснуть. Именно поэтому грамотные велосипедисты подвешивают велосипед на стене, например, на балконе или те, кто располагают площадями в комнатах. Да, об уходе насчет велосипеда мы поговорили, но как же об уходе насчет нас, людей, велосипедистов? Про это можно делать отдельный выпуск, но я хочу заострить ваше внимание сейчас на двух базовых вещах. Если мы уже достаточно привыкли к тому, что зимой мы хорошо защищаем торс, ноги, шею и голову, то насчет ступней и ладошек у нас не возникает такого желания. Мы надеваем достаточно простые перчатки. Для обычной жизни нам такого вполне хватает, но если мы говорим про велосипед зимой, то ладони и ступни это первое, что страдает, просто сразу. Если вы наденете обычные велосипедные перчатки, то ваши руки просто-напросто отключатся буквально через 10 минут. Если вы катаетесь на контактных педалях и используете стандартную велосипедную обувь для контактов, то ваши ступни отмерзнут тоже через 10 минут. Так вот, кисти надо утеплить конкретно с помощью очень теплых велосипедных зимних перчаток, либо с помощью горнолыжных перчаток. Да, обычные лыжные беговые перчатки не всегда спасают. Например, обычные лыжные перчатки смогут вас защитить примерно на час, на полтора, но обычно мы катаем на велосипеде, ну скажем так, 2 часа, и уже руки будут подмерзать. Что касается ног, так для этого используют специальную А – велосипедную обувь для зимы, которая не продувается, и Б – специальные велосипедные бахилы, которые чаще всего, даже в последнее время, делаются из неопрена. Неопрен минимально пропускает воздух и сохраняет тепло внутри башмака. Что касается остальных частей тела, так нам надо уделить внимание, конечно же, шее, голове, и стандартным образом защитить тело и ноги. А стандартным образом я подразумеваю термофлиску и сверху ветрозащитную куртку. Так вот, я очень много сказал о особенностях по поводу зимнего велосипеда, но кто не хочет тратить время на подбор тех или иных компонентов для велосипеда, на рынке существует готовое решение. Особо хочу отметить набирающий популярность формат покрышек 27+. Это реально открытие, потому что этот велосипед дает вам не только суперские ощущения от езды во время зимы, но еще и по песку, и по дикой грязи. В общем, это настоящий вездеход. Да, он, возможно, не такой проходимый, как Fatbike, но он дает абсолютно космические ощущения от езды, минимально проигрывая скорости от стандартных МТБ покрышек. И опять же, могу порекомендовать некоторые модели, которые с завидной регулярностью привозят на наш российский рынок. Это велосипед James Commodore, который можно купить в диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей. И велосипед Canon Dell Cujo, который можно купить от 100 тысяч до 150. Вот у меня такого велосипеда нет, но вот у моего товарища есть как раз два подобных 27 Plus байка, и мы берем, садимся и закатываем в субботу, например, два часа, либо под дикой грязи, либо по снегу, и получаем нереальное удовольствие. И вам того же советую. А с вами был Спортрупор, и всем пока!